Члены Люберецкого общества репрессированных отметили 25 лет со дня основания организации. В честь юбилея в Доме ветеранов в торжественной обстановке активистам вручили награды и грамоты. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Аде Александровне 80 лет. Вот уже 24 года она председатель Люберецкого общества жертв политических репрессий. В этом альбоме собрала фотографии и статьи о жизни организации. О каждом событии рассказывает проникновенно. Вот и сегодня, в день рождения общества, не может сдержать эмоций. Это самая ранимая общественная организация. Почему? Потому что мы перестрадали не от какого-то врага, который напал на нашу землю, как и немцы напали, война началась. А мы страдали от наших людей, от наших прошлых властей. Мы были изгои. Нас пинали в четырехугольнике, заставляли искать пятый угол. Сегодня в организации состоит 371 человек. Для сравнения, 25 лет назад их было 940. Это реабилитированные жертвы политических репрессий СССР. Юбилей организации для них событие и радостное, и печальное одновременно. 25 лет лагерей в Кузбассе. Вы знаете, какая это была женщина? И была там... Она, так сказать, прожила за 90 лет. Это, видимо, Господь отдает. Да, за все руки. За все руки, понимаете? Просто удивительные люди были. Поздравить членов общества, жертв политических репрессий городского округа Люберцы, а также вручить активистам медали и грамоты, приехала заместитель главы муниципалитета Ирина Назарьева. Она призналась, что не понаслышке знает о страшных событиях тех лет. Ее дед тоже был репрессирован. Действительно, ваше поколение, оно претерпело очень много именно невзгод. Потому что 37-й год, лишение родственников, кого-то высылали, и действительно невзгод было много. Но ничто вас не сломило. Это самое главное в этой жизни. Желаю вам доброго здоровья, благополучия. Желаю, чтобы наступающий Новый год приносил вам радость. Чтобы ваши родные и близкие вас радовали. И чтобы вы никогда не чувствовали никаких утрат и горести в своей жизни. Люберецкое общество жертв политических репрессий ведет историю с 1992 года. Напомню, именно тогда на всей территории России и бывшего СССР проходила юридическая реабилитация людей, невинно пострадавших от жестокости правительства. Органами прокуратуры Российской Федерации были рассмотрены около 100 тысяч заявлений. Реабилитированы более 634 тысяч человек. Признаны пострадавшими от политических репрессий более 326 тысяч. Всего, по оценкам Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Комиссии по реабилитации, жертвами политических репрессий стали около 32 миллионов человек. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.